С горки прямо на дорогу. В Сургуте школьник скатывался с самодельной горки и угодил под колеса автомобиля. Инцидент произошел прямо под оконами его дома. Крусель дети оборудовали себе сами, налив воды на припорошенный снегом спуску высотки. История стала поучительной для взрослых. Ситуацию разбирали вместе с губернатором региона. Наталья Комарова отметила, что произошедшее должно стать поводом для проверок всех придомовых территорий. А еще для диалога с застройщиками, которые ставят дома на бетонные подушки, но не заботятся о безопасности за ее пределами. Подробнее у Ольги Придохи. 30 октября в Сургуте ребенок попал под колеса легкового автомобиля. Произошло это во дворе дома по улице Усольцева, 26. Мальчик скатывался вот с такой стихийной горки и не заметил, как попал под колеса машины. Вылетел он сразу на проезжую часть. Водитель не успел среагировать, поэтому ребенку потребовалась помощь травматологов. Такой популярностью вот эта стихийная горка и несколько других по периметру всего дома пользуются среди огромного количества детей. Тут же, смотри, машина, вот ты прямо об колесо ударился. Да нет, в губик ударяется. А что, негде, что ли, у тебя с горки кататься здесь? Каждый день почти сюда проходят и девочки, и мальчики. Здесь дети катаются с горки. Скажите, что-то можно сделать? Потому что они катаются и прямо на проезжую часть. Можно, конечно, в первую очередь это родителям провести со своими детьми беседой. С песком управляющим там же парят. Родители несут воду и поливают эту горку. Почему родители разрешают? Не чистят ни зимой, ни весной, ни летом. Ну, песком-то хоть посыпают вот этот накат? Нет. Нет? Скользите тоже? Конечно, скользим. Администрация, они смотрят за дорогами. И, во-первых, ну и сами подъезды к домам, и вообще транспортная развязка какие-то такие несерьезные. А здесь дети, ну вот видите, нету ни детских площадок, ни горок. Очевидно, что дом по улице Усольцева, 26, является показательным. В принципе, все дома, которые стоят на подобной возвышенности, являются местом повышенной опасности, особенно с приходом первых морозов. Как только спуски покрываются первой корочкой льда, по ним скользят и взрослые, и дети. Проблему эту, в частности, и в общем по городу, обсудили во время прямого эфира с губернатором Югры Натальей Комаровой. Если уходить в корень вопроса, то начинать нужно, как уверена глава региона, не с ограждений возле придомовых проездов и несанкционированных парковок, а с гораздо более глобальных вещей. Городостроительную документацию, требования застройщикам тоже нужно соответствующее сейчас зафиксировать, всем, чтобы не потом доделывать, бантики пришивать. А с самого начала градостроительное решение учитывало вот такие фантазии наших детей. Сейчас же в мэрии Сургута обещали в кратчайшие сроки провести ревизию всех жилых дворов и не только в новостройках, чтобы исключить такие самодельные горки и детские травмы, как и их следствие.